Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот тут начинается у меня. Просят по интернету показать, как мы молимся. Утренние и вечерние молитвы. Это первый и единственный вопрос, который поставил меня в недоумение. Показать можно, просто один из наших братьев будет снимать, как мы молились. Полностью заснять все богослужение. Где-то здесь что-то есть. Но другие нападают, а на показ молитесь, написано, дверь закрой. Я говорю, а как патриарх молится в храме, снимает? А это не в храме дома, то есть я не знаю, как это сделать-то. Поэтому я сказал людям, что мы в данный момент еще не начали молиться. Просто я показываю. А то, что они молятся, это просто молятся. Это не утренние и вечерние молитвы. Ты пока покажи иконы. Вот, а я псалтырь достану, чтобы показать. Вот так. Наши беседы, это серии бесед. Они все начинаются одинаково во свете Библии. Во свете Библии. И открытым оком. Мы начинаем молиться так. Всегда делаем семи поклоны начал. Вот первое, значит, я показываю. Там, кто молитвы боится, не умирайте от страха или отвернитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй мя. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Далее, считаю, молитву достойно есть. Прочитали молитву земной поклон. Земной поклон это колени и голова, руки должны коснуться пола. Это всегда одинаково. Утреннее и вечернее. Прочитали после этого славу Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Поклон должен быть такой. Перекреститься лоб, задеть пальцами. Тремя или двумя, как ты научен. Пуп, где у тебя стрел. Правая и точно левая. И поклониться, чтобы рука могла пол достать. Пол не надо доставать. А поклон земной, значит, сегодня воскресенье. Это мы седьмое сегодня. Апрель, как раз, Благовещение Пресвятой Богородицы. После этого, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей, молитвы ради. Знаете эту молитву? Не буду даже время тратить. После этого, без крестного знамени, это не совершать вот так, а просто поклониться и земной поклон полный. И опять Божий милостик. Я уже вначале читал ее. Вот после этого начинаем читать. Тут несколько, может быть, некоторая разница. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй нас. Аминь. А это обязательно нужно. Дальше начинается Царю Небесное. Но мы иногда перед этим еще читаем молитву. Божью очисти там читаем. Но можете без нее. Царю Небесное, знаете, откройте молитву слов. И да Отче наш. Но мы читаем Отче наш, не концовка там, а еще после Аминь. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки Аминь. То есть, как написано в Евангелии от Матфея. После этого мы начинаем читать Псалтырь. Вот Псалтырь на русском языке. Видите, какая книга эта. Вот. Вся Псалтырь содержит 150 псалмов. Но раньше ее разбивали на кофизм. Вот. Ну, посмотрите примерно, на 20 разделите. Но какая вот эта называется 20 кофизм. Но каждая кофизма разбивается на три славы. И мы читаем, ну, одну славу. Ну, слава это определено, допустим, три страницы. По-русски. А после этого читаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, пристного веки, у кого Аминь, Господи помил. И читаем Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Божия. Трижды читаем Аллилуйя, 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 Слава Тебе Божия. Два или три раза Аллилуйя. Тут разности никакой нет. Читаем Псалтырь. Если кто-то умер, у нас Псалтырь разбивается на всех, и мы ежедневно, 40 дней, считаем по полному Псалму, и чтобы каждый день получался полный Псалтырь. Так вот, ну, принято. Вы можете по-другому считать, по два, по три кофизмы считать, а не только по одной. После этого у нас в православных есть молитва слов. И там молитва, ну, прям по молитвослову, но на русском языке читаем. Там 10 молитвов. Мы считаем три молитвы. Молитва Господу Иисусу Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю. А после этого начинаем читать Богородица, Дева, радуйся. Молитва в молитвословии есть. И далее мы перечисляем, кто у нас есть. Обращаемся к нашим. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи. Вот я, Игнатий, дальше Владимир. Мы всех перечисляем, кто у нас с нами молится в это время. Так у нас принято. А после этого мы начинаем молиться о всех. Первым делом, спаси Господи, помилуй. Кто? Отца духовного, родителей, патриарха, значит, патриарха Кирилла поминайте. Кто, кого? Мы поминаем всех. И патриарха Кирилла, это домашняя молитва, митропоэта Илариона, первая иерарха, русская зарубежная церковь, всех. Мы на молитве вспоминаем и папу. Венедикта Франциска. Скажут, а при чем они? Старообрядческий Корнилий. Да, древнеправославный Александр. И дали всех священников, каких мы знаем, диаконов, всех поименно перечисляем. У нас много на это время уходит. Ну, говорят, это того стоит. А потом по порядку, что нам нужно. Правители, мы, Владимир Путин, Дмитрий, там, ну не говорим фамилии только-то. Барак Обама, за всех старее начальствующих. Так написано, молитесь-то. После этого мы вспоминаем, какие у нас были нужды. Болящие, благодетели, обрати их Господи. Ну, мы договорились молиться о Горбачеве, Михаилом звать, Стерников Герман, Невзоров Александр, Людмила Плет, Геворкян там какие были. Сильно такие, какие на нас нападают. Мы их имена перечисляем. И добавляем. А замыслы еретиков Господи разрушь до конца, а веру православную восставь во главе. Нам есть о чем молиться. Далее, которые у нас люди знакомые, на работе. Мы вспоминаем губернатора всех, до председателя сельсовета, имена прямо называем. Как говорится, на руках молитвы, на своих нарабниках Аарон нес сынов Израилевых. А потом молимся мы за умерших. У нас так принято, у православных. Упокой Господи. Вот умер, вот умер только что Золотухин Валерий. Ну, был православный, какой он там был. Я говорю, Господи, прости меня, если молитва не угодно. Но, что можно сделать для него? Знаете, по-простому с Богом разговаривали. Замолитву Бог не осудит. Это не такой греш, чтобы... Я знаю, что вот здесь мэр города погиб в автокатастрофе. Я первым делом разузнал, крещённый или нет. Наконец, уже я к утру узнал, крещённый. Я тогда помолился, он слишком много для нас сделал. Благодаря ему решение суда вступило в законную силу. Не хотели... Я получил вот два домика, где мы молимся. Тринадцать соток здесь земли. Далее мы молимся о прошедшем, благодаря за всё. За будущее, что у нас есть, о нашей поездке. Ну, что нас тревожит? Болящих всех вспоминаем. В интернете кто у нас работает, вспоминаем. Интернет изобрёл Тим Бернаслит. Тим, это Тимофей. Тимофей. Вот версию библейскую тут тоже Тимофей Ха. Мы его вспоминаем. Мобильный телефон, который изобрёл Мартин, мы его вспоминаем. Господи, как эти люди облегчили нашу жизнь. Ты обрати их. Воздай милости. Ну, Корнилий делал добро, его вспоминали, и он пришёл на память перед Богом. Ну, это наша молитва, вы можете никого не вспоминать. Ну, моё сердце подсказывает, молитва это не будет в грех. Они живые. А умрут, за них я уже и молиться не думаю. Я их не знаю, кто они такие. Вот когда мы эту всю молитву сотворили, за живых, за мёртвых, после этого снова читаем семипоклонный начал. Боже, милость, ибо мне грешному. И Боже, милость, ибо оно заканчивается. Семь поклонов. После этого у нас идёт пост, сегодня воскресенье, Господи, Владыка Животая моего. Дух праздности, уныния, любоначалья, празднословия и сребролюбия. Это выбросили слово, оно было. Не дай жми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения, любви дарю, ми рабу Твоему. И всё это земной поклон. Второй. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоб благословенности во веки веков. Аминь. Третий поклон. Потом 12 земных поклонов. Но у меня позвоночник, операция, беда, я не могу, я просто так, поистой поклон, я могу делать. Но, когда я на три поклона, вот, Господи, Владыка Животая, я делаю в любом случае, даже не могу, даже встать не могу, но я обязан сделать. Я для себя положил это. А потом, Господи, Владыка Животая вместе считается на один поклон. На того 16 поклонов. Когда мы уже это закончили, после этого, вот это называется четки, ну, старообрядцев лесов. Это вот по 10 поклонов. Вот я делаю поясные, а братья мои, сёстры, которые в силах, они делают земные поклоны. Они у меня сейчас не молятся, ну, они кланяются, но это не утренняя, вечерняя молитва, можешь показать людей. Я буду говорить, чтобы люди, которые попросили сказать, вот первые, значит, 10 поклонов я делаю Господу Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дальше, помилуй нас опять же. Потом, следующим рукой перебираю и говорю, благодарю Тебя, мой Бог Иегова. А воочию. У православных нет этого слова. Дальше, благодарю Тебя за день, когда дал мне страх перед Тобою. Дал мне веру в Тебя. Дал Ты мне, Господи, желание служить Тебе. Ты избрал меня. Дальше, благодарю за день, когда вручил мне Святую Библию. Я ежедневно. Благодарю, кто трудился надо мной о возрастании моей души. Можешь показать, молитесь. Вот совершите крестное знамение. Вон туда пройди, там, на сестер, чтобы было видно. А я буду сзади идти и буду говорить, чтобы мои слова были хорошо слышны. Вот 10 поклонов. 10. Вот это утренняя и вечерняя молитва. У нас кто есть за стеной, все приходят. Это мои апартаменты, где я нахожусь. Покажи нашу кухонную. Вот эта печка наша. Повернись сюда. Чтобы они видели, что это действительно кухня. Вот картошка почищенная, подвяленная сегодня. Это наша еда. Сегодня у нас разрешается рыба. Вот стол, где мы обедаем. Вот, он закрытый, чтобы кошки не прыгали. Вот все, что у нас есть. А сейчас, ну, когда приходят люди молиться, то все это закрывается, как есть. Благодарение Богу. Ну, а потом я уже Божьей Матери 10 поклонов. 10 поклонов Ангелу-Хранителю. 10 поклонов Иоанну Крестителю. 10 поклонов Николу Чудотворецу. 10 поклонов всем пророкам, дальше небесным силам, апостолам, дальше мученикам, мученицам. 10 поклонов святым отцам. Перечисляю, перечисляю их всех. И женам и девам. Вот, женам и девам, может, интересно будет. Господи, я обращаюсь. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла Первомученица, Фатина Самарина Феврония, вера Надежды Любой, Матерь София, Наталья Адриан. Вера Надежды Любой, Матерь София. Вот. Ну и перечисляю всех. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроний Киюник, Иоанна Устина. Молите Бога о нас. Что Бог дал послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, сохранил от поругания. И перечисляю непослушных жен, на которых мужья жаловались. Я все время их перечисляю перед Богом. Ну и изменения видения, просто я вижу, я не могу не видеть их. Потому что сами мужья приходят и говорят, у меня как-то нечаянно мир установился. Сколько лет, говорят, больше врага не было, чем теща, а сейчас теща первая помощница. Вот как Бог делает. И это ежедневно. Но днем, вот это утренняя и вечерняя, можешь медленно делать. Тут за каждое, я повторяю, тут бывает имен около полста или больше. Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Анн Кроштадский, Сергий Радонский. Это я все вложу в десять о святых отцах. Вот когда вот это все уже закончено, после этого мы поднимаем руки всех и молимся. Благодарим Бога, чтобы принял нашу молитву и соединил ее с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Все стоят с поднятыми руками. Господи, услыши молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И исполни эту молитву. И, Господи, прими нашу молитву о всех, заповедующих нам молиться о них. И после этого закрываем глаза, или стоим с открытыми глазами и говорим, Господи, говори, слушай ты, слышит раб твой. И стоим какое-то время определенное, больше или меньше, чтобы Бог, что положит на сердце, нам расслышать. И после этого садимся, у нас есть трехтомник, изданный с толкованием, и считаем с толкованием Новый Завет. На все про все, с молитвой вместе со чтением, я посмотрел, это примерно 50-55 минут. На чтение вот этого вот, утреннего, таких молитв, вот по лестовке, по 100 поклонов, должно быть не меньше 7. Когда молимся днем, это 3 святое и 100 поклонов, не спеша. А 5, пройдет какое-то часа, полтора, опять 3 святое и 100 поклонов. И это занимает 7 минут, вот это вот 7 минут занимает. И таких должно быть не менее 7, не считая утренней, вечерней молитвы. И вы увидите, как настроение будет другое, состояние духа. У тебя внутренняя потребность родиться, все время разговаривать с Богом. А Библию считай постоянно, как чуть-чуть, так открывай. Лучше написать на картоночках с тобой в карман. Вот что, как я нашел выход из затруднительного положения. Рассказать об утренних, вечерних молитвах, и чтобы не было обвинения, что-то мы делали, снимали это на гордость. Прям никудышное. Я знаю, что это дьявол боится молитвы. Но я их послушал, этих людей. Ну и вот показали, как и все. Идите по домам, дома помолитесь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Спасибо. Спасибо.